папа 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 я не вижу тебя ты не видишь так нажимать опять надо там получается опять и я тебя вижу и я себя вижу от тебя не вижу она все здравствуйте наши дорогие драгоценные сравненные уважаемые коллеги участники нашего замечательного канала вот уже пятый месяц мы с вами тренируемся вместе проходим через какие-то ремонты осмысляем переосмысляем двигаемся вперед какому-то совершенству и снова мы в формате такого совместного стрима с артёмом по поводу и без повода и давно кстати мы не выходили вопросы накопились и прошел фестиваль pdr fest 2024 в москве все конечно об этом слышали я немножко расскажу да я тоже рад всех приветствовать друзья давайте вот вопросы позадаем стаса послушаем что там было я к сожалению не смог поехать да были на то причины вот с братом там готовимся немножко к его операции вот и и финансово да там как говорится морально вот поэтому не смог побыть и у меня у самого есть вопросы к стасу да и интересно будет послушать что же там было все кто был ребят молодцы те кто не был может быть да возможно тоже вам будет интересно как мне послушать что там происходило несмотря конечно на много видео сейчас и видео тоже полное смотрю за много ребят выкладывает видео вот но интересно интересно все таки послушать да как это было я пропал да я прошу прощения очень важно надо ответить секундочку ребята да вот там важный такой у нас момент связанный том числе и с нами со всеми вот а да 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 был то в москве не затупняк когда был в москве сегодня уже сразу ворвался в работу вот такое всех надо спасать всем помогать желательно бесплатно вот но бывает такое родственники завтра там партнеров может там подсниму там интересная работа близкие ребята которые дизайны там рисуют том числе там вот дизайн киошек они рисовали всякое такое поэтому их нельзя как-то будет проигнорировать у них тоже дитейлинг и экскаватор копшом задел mercedes cls или как там я представлял себе что это вообще там какой-то ужас но на самом деле как будто он знаешь так ковшом вот крышку багажника так немножко так потрогал но там такие кризы короче залом такой ну вроде как теории можно сделать будем завтра бороться на выезде на выезда давно не ездил это опять собираешься блин все время думаю что взять у не взять чтобы лишнего не брать и то же самое время не обломаться без чего-то ну короче съездил на фестиваль москва как обычно город такой тяжелый да я не знаю как москвичи душу дьяволу на это продали чтобы там жить нравится именно там жить но нам провинциалом приезжая в москву конечно очень ну и впечатляет эти все масштабы московские и в то же самое время вот так там звенит фестиваль проходил на территории автоспец студии это базирует там на заводе закрыта территория вход был совсем не свободный да во-первых платно во вторых заранее нужно было подавать списки чтобы через охрану там поначалу очень такая очередь когда мы первый день пришли прям очередь была большая как как вот люди на завод знаешь как будто бы пришли работать вот и ну тем не менее там опасались что туда не поместится столько народу на самом деле туда еще бы поместилось столько же вот поэтому так обманчиво вот это измерение расстояние но наверное если ребята будут делать будущем еще там продолжение там следующий год или что-то такое то наверное нужно искать что-то побольше все-таки и народу собирать побольше потому что формат был именно фестивальный и это означает что там было все вместе намешано и первую очередь конечно многие приехали просто потусить кто-то приехал пощупать инструмент выбрать себе купить потому что был carpoint был стеклоправ был выпрямитель был дима кривдин не были такие другие да и другие вот такие как мы со своими скромными образцами валера виджетол был вани губерта были там грибочки мы вот разместились с артемом на одном столе из выше указанными ребятами вот были какие-то демонстрационные детали там стояли кто-то что-то постоянно вот такое было движение хаотично и даже когда проходил гвоздь мероприятия это ремонт машины заднее крыло клеевым способом руслан кистяев и вниз алексеенко которые делали все равно вот было видно что кому-то это типа они все это знают там были проблемы откровенно я считаю провалился этот момент с самим ремонтом из с мастер-классом потому что начали как бы круто звук был и камера была профессиональная и выводилась на 4 телевизора не так как мы там снимали помнишь на айфон а там ну прям подготовились то есть пульт стоял там много было сотрудников которые вот это все занимались операторством но из-за того что их поместили как бы в другую другое помещение смежная стена в общем переливала сигнал очень какая-то морозня там была постоянно а поначалу так было хорошо прям картинка и так ну все там кто-то в живую смотрел кто-то просто в зале расселся на были сидячие места и смотрели и слушали и видели вот но потом начались какие-то технические неполадки и и короче все это так достаточно было ну совсем не так как у нас с тобой в уфе куда почти никто не пришел а там на самом деле это было интересно и те кто с января на смотрят этот видели большой мастер-класс там четырехчасовой только видео до запись вот поэтому но мне лично я обломался из-за пацанов и сам хотел бы посмотреть но вот эти торговые моменты очень меня отвлекали конечно потому что я хоть и брата с собой взял но там не совсем может быть где-то что-то знал понимал где чё лежит чё куда там какие цены пока разобрались вот но он мне очень очень выручил помог ну и были какие-то другие вещи вообще началось все с девчонок тему обсуждают многие девчонки были конечно очень зажигательные честно признаюсь вот эльдар мне звонил спрашивал говорит ну подскажи ты же часто организовывал там проводил опыт большой как быть так столько народу один семинар вроде как скучно и люди устали от теории бла-бла-бла надо что-то сделать я говорю ну что ты что ты сделаешь ну позови девчонок вот какой google какие-то танцы да я не предполагал что там будет такой тверк откровенно это вульгарно так будет но они же наверное как-то это согласовывали как-то должны были это все выбирать правильно но очень многих это смутило то есть ребята были ну так вот как-то это было лишнее наверное я предполагал что ну говоря про девчонок что может быть будут какие-то девочки как там на каких-то дрифт-шоу там еще что-то там носят банки редбула там раздают ну в каких-то да там обтягивающих может быть каких-то одеждах там симпатичные девчонки я думаю что это это было просто но я так подумал просто экспромтом просила я подумал из головы что ну почему нет то есть это будет необычно и так немножко вот пощекотать там кому-то может быть нервы а тут был откровенный такой опасный момент голая вечеринка и да но в принципе пошла такая раскачка принципе грамотное делали распланировали там по таймингу да то есть сначала они выступали там ребята руслан сам потом кто-то выступал что-то рассказывал например там денис красиков что-то выходил рассказал кто-то что-то рисовал кто-то что-то просто рассказывал там французов сергей выходил рассказал там дискуссионный такой был момент и виталик заводнов выбежал кстати виталик тоже выступал там но я правда не видела выступление чем там наверное что-то за цены он как бы по по ценам у нас старший вот и это чередовалось плюс еще какими-то микро соревнованиями такими там кто хочет а я там я опа вышли или два на два или один на один интересно там черенгон от лопаты надо было починить или без лампы починить вот нас с артемом сальниковым попросили посудить так как мы уже опытные судьи вот ну очень так было весело то есть за эти конкурсы давали какие-то призы и подарки было в общем миксовалась это и достаточно было много экшена постоянно кто-то крутился у прилавков там пробовали брали а можно я попробую там девочка была единственная наша этом технике светлана светлана да вот она мой маленький коротенький молоточек раза три наверно брала бегала там сначала пробовала в общем потом все равно все-таки купила я уже думал подарить и знаешь но ладно подарки подарки подождут мы не жадные конечно но подарки будут кстати вот мы в прошлом месяце не дарили ничего да не разыгрывали в этом месяце обязательно что-то разыграем по инструменту по новинкам вот кто не видел если не смотрел посмотрите я выложил два видео где-то там побольше 20 минут каждая первый второй день в контакте у меня на странице вот делитесь видео тоже мы это кстати обсуждали о том что надо делиться надо друг друга поддерживать и вот наш канал я вот выходил рассказывал тоже кстати про наш проект немножко и ну как бы попросил наших коллег уважаемых наших друзей которых мы тоже поддерживаем всегда и репостом там какие-то новинки чтобы они тоже нас не игнорировали потому что дело мы делаем свое честно и это дело как нам видится она правая конструктивная обратная связь хорошая было много ребят с канала подходили тепло общались ну как бы что-то даже где-то удалось показать что-то обсудить в общем ну интересные такие были встречи контакты вот интересные вопросы были ну вот папа инструменту из новинок может быть что-то вот из новинок что я выделил бы но во-первых дима кривдин сделать эти щипцы до американские действительно они вот ну один в один просто непонятно даже какой лучше просто по цветах выбирать стоимость у них чё-то там 33 что ли тысячи или что-то такое но получим и сделал аналогично в принципе по цене то же самое да что вами американские тоже столько же стоимость по моему них нет американские стоят обходятся сейчас доставкой больше 40 где-то тысяч на 10 они дешевле вот я тупанул не взял но позвонил потом уже по дороге обратно и грудим осталось что-то он говорит то нет все типа забронировали что они разобрали но со следующей партии тебя там вот там можно было со скидкой за 28 может вот плюс он сделал вот эту разжималку какую-то лютую такую толстую из возможно сюда вот это такое более открытого пространства но она тоже кстати была представлена где-то видео тоже видел такая только она серебристого такого цвета не видел то вот это же разжималка то есть она также в бок ронялась я так понимаю америкосов там а прямо она алюминиевый швейлер то что я видел у кеку и ноги у нее выше то есть вот они прямо там все такое мощь там автобус и за того что она такая жесткая дайс дюрали или с чего то ее можно так на таких здоровых локтях до держать вот то есть там на скручивание видимо ну да нету там другая перекосов да здесь не так много но очень интересно все равно как бы штука хорошая 25000 она там стоила мы не привыкли еще к таким до позициям таким ценам на к нам кажется что это так достаточно до дорого бьет по карману на самом деле но нужно понять что уже вот это другие деньги это как раньше было там ну 15 там 17 тысяч наверное но вещь такая прям как минимум она большая и сделано конечно ну качественно сколько я видел качественно там даже вот эти ноги ноги сами да они как быть немножко сделаны так платформа не прямая а чуть-чуть радиус на как радиус на как подошва до чтобы они именно углами не заламывали то есть достаточно продумано все я сам не пользовался потому что я говорю этом бегал туда-сюда но я так понял что и отзывы и все ребятам понравилось что еще выделить выпрямитель сделал лампу с большой яркостью на мне ее подарил сказал вот для канала вам берите тестируйте как вы это умеете честно жду там обратную связь жду там критику если что туда-сюда вот больше я так понял особо изменений нет кроме яркости показать ну посмотрим поработаем еще поглядим не автопоинт сделал маленькую лампу мини свет автопоинт мы с темой говорили что мы имеем жесткую позицию отношение конкретно михаила и поэтому продвигать его как-то не будем тем не менее проигнорировать это тоже вы будет с нашей стороны непрофессионально до автопоинт можно отметить что качество у них очень высокая очень высокая хотя эту позицию я в принципе не люблю мне она не нравится это достаточно большой плафон вот как днепра вот это с к или как м к ну вот которая маленькая десятка до центре я тоже продал и в центре вход вот этой кишки до держателя это неудобно боковые свешивания все то есть но ограничение делать длиннее кишку она не будет держать вообще даже когда перемещаешь двигаешь по хребту когда у нее за центр схвачена она не такая мобильная становится она какая-то вот но все равно такая держак у нее какой-то короче получается вот а когда она с края вот как у элимы да она схвачена то она тогда она должна быть меньше или она такая как но только меньше и но она все равно такая мощная платформа с как у элимы вот этой вот большой присоской прямоугольный до такой вытянутой не может даже спать с подкачка я не знаю я не интересовался не подходил как бы принципиально но чтобы вы знали да такая позиция есть обращайтесь напрямую к производителю и спрашивайте вот у нас не спрашивают я кстати вот по поводу мобильной лампы хочу сказать днепру вот эту 50 я продал и честно ребят но вот от себя могу сказать это самая была как бы не бестолковая покупка да но она не пригодилась как бы я не старался ее где-то вот применять да я еще специально взял до сих пор кстати он есть тоже надо продать штатив этот spider да на которой она и была как бы приспособлена и я так понял да вот но для себя я это уяснил с этой лампой что полтинника много надо или сороковку или тридцатку да для мобилки вот чтобы она именно была легкая чтобы и было быстро маневрена вот резко да именно для чего она нужна то есть быстренько где-то что-то подсветить а уже стационарку конкретно пускать вот для ну для конкретных задач вот а вот это не до мобилка и какая-то не до стационарка да вот ну вот этот раз да вот честно он он просто неудобен потому что как мобилку использовать она большая как стационарку ее использовать она корот ну коротковат этот размер и получается это не туда не сюда какой-то вот я из-за этого психану короче да она у меня долгое время стояла я продал и вот и сейчас меня вот если кто-то спрашивает там про такие вот вот именно да вот эти десятки я гру или уже возьмите меньше и легче чтобы она реально была вот такая маневрена или же возьмите просто стационарную нормальную лампу для чего ну что что вы хотите какая задача да если много засветить хотите тогда уже берите блин плафон метровый да да при получается что вещь как бы качественная но и и вот это юзабилити да это американцы мне тоже до сих пор говорят а чё ты вот там это там описи называешь вот типа давай ну я гру ну мы уже начали понимаете так ну как я сейчас начну говорить начну писать на этих да там корректор апельсиновой корки дабы вот но просто так корректор шагрени да корректор шагрени да но я уже не изменил же мы начали стали мы на эти рельсы ну будем мы уже дальше в этом плане да но вести этот маркетинг на самом деле во всем мире есть вообще шесть языков международных общепризнанных языков русский в том числе и английский конечно все равно преобладает поэтому ничего страшного в этом нет не надо заморачиваться на каких-то шелухи какой-то давайте да в суть смотреть мы же про суд говорим да лампа хорошая качественная но вот есть объективные у нее недостатки нет я сейчас вообще не про автопоинт я сейчас вообще конечно миную я сейчас просто про днепру даже говорю у меня было с этим на примере также у меня было это или модель здоровая мне говорят купил от это ну блин она неудобная лучше маленькую если уж мобильная маленькая это сбоку ты хоп 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 ну вот вот в этом мобильность а не в том что ты не два не полтора стеклоправ как всегда приехал с миллиардом ламп миллиард пикселярд ламп звезд на небе столько нет сколько у них ламп но мы уже с ним разговаривали с максимом он конечно такой такой чудной дядя он ну очень своеобразный но прикольный такой тип и он говорит мы будем мы понимаем мы как бы сделаем выводы мы будем потихоньку выводить там какие-то старые модели до ставим какую-то линейку вот то есть они привезли новую линейку которые сегодня показывал да light вот этот king в 3 прикол в том что да я говорил они светят одинаково все есть вот такая широкая лампа 8 полос прямо градовиковская такая здоровье и на офигенная есть вот такие вот другие какие-то форматы на первый взгляд гуд да вот если сравнивать с автопоинт это как мерседес ощущается да но стеклоправ уже это такой крепкий хороший ну не знаю не опель но и не audi может быть да но такой как toyota вот наверное это уже toyota какая то есть все уже они каждый узел пересмотрели подход да к этим углом нет от этой хлипкости нет какой-то вот ненадежности и там вот я проработал сегодня весь день принципиально но комфортно отлично шагрень пипец как рисует автопоинт так не рисует может быть избыточно да вот я тоже сказал что но в принципе принципе очень очень все это нормально то есть я отработал как бы с удовольствием и надо все равно другие какие-то работы поделать потому что есть разные ситуации когда вот слишком плоские детали как с крышей да или наоборот у вас это слишком резкие формы вот скажи уже ну вот честно вот уже даже по первым отзывам там твоим мне уже как бы за ребят чуть-чуть душе радостно да потому что очень много они в нашей как бы тусовки уже существует но все вот помнишь да в пензе разговор мы с ними разговаривали что блин ребят сделайте для нас но и они такие да вот вы там привыкнете а мы такие а мы не хотим привыкать мы не будем это покупать мы возьмем то что уже как бы удобно и наконец-то они я думаю до них достучались потому что ну реально да вот на протяжении многих лет блин ну не пользуются спросите спросом ваши лампы и я так думаю что вот но в этом году они не то что в этом да они наверно работали над этим тоже это не так что вот они раз и выстрелили да принятие пошло да они реально поняли что блин если дать мастерам то что они просят то это и будет блин продаваться это будет рекомендоваться это будет то есть вот вот что надо то есть именно в нашей тусовки да в нашей сфере деятельности то есть нам надо именно продукт вот и все вот чтобы он был удобный чтоб он не ломался чтобы можно было и чтобы не стыдно было его рекомендовать не золотые унитазы там какие-то да там не с пульта чтобы он там кофе готовил а просто хорошее честное нормально чтобы светило хорошо и не развалилось потому что ну как бы там кто бы может быть не обижался но я очень часто слышал например да что да я блин эту а в эту лампу уже сто раз перепаял вот я вообще не хочу ничего паять я не умею паять я не хочу этим заниматься не хочу уметь у меня вообще по-другому голова работает для меня вмятины делать сложно потому что мысли в другие какие-то схемы улетают поэтому что-то там паять еще мне вообще неудобно не то что мне это там западло я я наоборот уважаю людей которые умеют да вот которые рукастые но мне этим заниматься вообще как бы не хочется если у меня сломается лампа я вот так вот так буду смотреть на нее пожалуйста давай ну нет а особенно если ты работа провода могу пошевелить я вот это я я ну я не я не скажу что я прям все ну как бы вот так вот оставлю да но моя лень она будет вот вот как ты говоришь я не пойду то есть я знаю что там можно это все распотрошить что-то где-то подмотать и это вновь заработает но я вот так пошевелю проводочку работает я так работал ну то есть на протяжении многих лет у меня была такая лампа у меня была первая днепра короче да понял и там вот эти вот все узлы они все были больные они все там перегибались и ты работаешь ты уже привык короче ты уже так работаешь то есть там пошевелила она заработала опять раз сместился прежде чем поменять позицию ты знаешь ты сейчас лампу поменяешь потом тебе провод надо пошевелить но чтобы он чтобы она вообще заработала вот и когда ты вот на протяжении многих лет видел карт ну эти картинки да с замены этих ламп и и когда к тебе в руки попадает уже тот продукт когда этого делать не надо вот допустим с автопоинтом да вот с мишей допустим как бы там ну не было да но вот с беспроводной историей я допустим кайфанул в том плане что блин теперь у тебя нету да вот это вот это самое больное больное место и вот лампе ты показывал да от стеклоправа я думаю ну надо ребятам подсказать что вот там надо этот узел по-другому немножко сделать то что там опять будет изгибаться про ну вот что они сделали там на закрутке саму лампу когда го minutes это тоже это самое больное местного да но там постоянно будет вот перегибаться короче свинью свинючий хвости которые вот у них ешь да на надо чтобы он выходил прям оттуда вот тогда он не будет в этом месте ломаться и перегибаться у меня было то есть я не пруток переделал я купил длинные вот этот вот свинячий хвост который да ну еще провод вермишель на и я и сделал прямо от начала вот оттуда и тогда вот на протяжении многих лет у меня не было этого излома из лампы вообще но поглядим посмотрим посмотрим попробуем поглядим но уже мне нравится и за эту цену за эту цену до 14000 стоит плафон ну плюс там разные комплектации понятно что 12 стоит как его магнитный узел магнитный узел да это там по жирному если есть там попроще вариант но кстати я думаю я думаю что мы можем нужно принципе если интересно напишите пожалуйста нам кому интересно мы можем поговорить с ребятами чтобы эксклюзивно для наших подписчиков да по промо коду там старт может быть от нас какое-то подтверждение чтобы было чтобы там не разошлась молвая сейчас все там чтобы было какое-то подтверждение что действительно подписчик канала чтобы было может быть какая-то скидка поглядим но мне уже прям нравится я прям вот эту лампу когда брал еще одна лампа будет может быть я говорю вот тебе может ее отправить там она другого формата и как раз батарейка она сделана вот он говорит ну там разыграете или что там не понравится отправить обратно или там вы купите там со скидкой ну со скидкой как бы для нас пока вот она я говорю я говорю да окей хорошо вот и я такие оставлю себе эту лампу потому что ну бы запасная лампа во первых нужна во вторых опять таки вот широкая она не нужна вроде как вроде как она не нужна так надо град все да она ну позволяет больше делать при случае но в основном то она не нужна это лишний габариты у нас блин вот мы жопами трёмся там в какой-то степени даже это удобней вот и вообще вот вот это вот расстояние которое ты вот сегодня говорил да я скажу что когда пришла вот днепра да с этим широким плафоном то вот это расстояние ну к нему конечно же сейчас уже привыкли да вот я там на мишиной лампе тоже долгое время работаю днепре сейчас брат там не при работе да мы уже привыкли то есть к этой расфокусировки но вот иногда где-нибудь у кого-нибудь я вижу да вот на узком плафоне когда человек работает я смотрю блин как удобно маневренно да тебе не надо иногда надо чуть дальше отодвигаться да или лампу подальше отодвинуть потому что это расстояние она заставляет тебя немножко вот но отдалиться да но слишком большое а тут на узком плафоне ты даже можешь каком-то участке и и так раз поближе да и в двух полосах ты можешь очень мобильно вот выполнять эти всякие истории именно на парковке да вот вот награде да я с тобой соглашусь блин нужно вот нужны блин как полос лампа 8 полос до в идеале чтобы нафиг вообще никуда не дергаться короче да 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 мы не на каждом граде понятно что это град вишенка как андрюша говорит бегуля вот так вишенку великолепно делать а если у вас там лягушки блин вы по-любому будете низко свет ставить и дополнительные какие-то там выкачки делать там на мобилке тоже самое поставил выкачал убрал до дорабатываешь вот поэтому ну как бы если профессионально этим заниматься понятное дело что но опять-таки вот какое понятное дело что покупать если вы профессиональный городовик и например там с двумя лампами приезжаете там профессионально работать что вы купите правда вот а в тул да говорят что еще какая-то новая лампа вышла и вроде хвалят но они не приехали они опять проигнорировали там я на них никак не там не хочу наезжать или воевать или и вообще вот наш канал да здесь у нас политика отсутствует мы договаривались что мы здесь про это не будем разговаривать будем разговаривать про технологию но сам факт такой что как будто бы большие вот эти игроки пдр центр и а в тул игнорируют от нас как детей каких-то но мы же уже не детям как бы состоялись все равно почему бы не тем более в москве это же не надо там поймать пензу вести но карпоинт ездит везде да прям привозит свою эту всю экспозицию оперативно раскладывает ну молодцы то есть но они украшают даже просто вы своей этой всей штукой вот возможно каким-то образом нас услышат да и поменяют свое мировоззрение на это потому что никто ну все рады их там видеть да во-первых абсолютно да даже и когда у меня с ними личные личные не это самое личные неприязни до испытываешь кушать не могу но я бы был бы рад однозначно они там были даже если мы здороваться не будем но они должны там быть но без них это ну не то это действительно не то тебе даже лайк там поставил где только что-то краса вылезло короче какой лайк мы же записываем короче конечно короче нет у тебя серьезно там вылезла потом посмотришь на видео что я хочу сказать на самом деле да вот пдр центр и я в тулс я думаю но им необходимо быть вот на этих вот мероприятиях я и конечно не знаю как у них обстоят вообще с этим делаем может они очень сильно заняты и у них нет но никому этим заниматься может у них там плотно там все с обучением или еще что-то непонятно да как это все но во всяком случае все рады бы их там были видеть что пдр центр что в эту и на любых мероприятиях все бы рады были их видеть вот и под закарились бы там будет здоров потому да и о ваших лампах и там томасе у меня тоже часто спрашивают ребята вот атом а у а вешников что вот что там какую лампу купить я говорю ребят честно я говорю может они действительно хорошие я не смотрю и не вижу и вот дайте кто-нибудь что-нибудь посмотреть там сказать да какую-то оценку там плохая она хорошая я реально не знаю у меня крючки есть от а вешников вот я какие-то позиции смело рекомендую вот какими работаю дать которые там не ломаются как говорится да там часто у меня вот в обиходе до крючки этого раньше допустим если там все гриле вот отечественный там инструмент туда-сюда сейчас ребят совсем другие как бы дал же тенденции наш отечественный инструмент скоро станет лучше в несколько раз дима кривдин допустим да вот уже показывают то есть вот на выставке не присутствует больших монстров так скажем да вот но закоренел а мелкие начинают превращаться этих монстров и скоро возможно игра повернется но как-то иначе да и да уже уже брат я тебя перебью уже смотри мне задают вопрос что взять автопоинт или стеклоправ ну да вот видите ребят уже не рассматривают потому что они привозят свою продукцию ее можно посмотреть пощупать где-то а к этим надо только ехать а это неудобно не каждому даже вот ты вроде в москве но ты пойди съездить это нужно какой-то отдельный день там или урвать из мероприятия кто-то так и делал ну кому-то там не сильно интересно да там он взял там съездил в пятницу там или в субботу в цад съездил например или кто-то в эту были такие ребята и что-то там купили ну молодцы базара нет вот а кстати по поводу вот этого всего развития там монстров качества и так далее я сейчас заказал на алишке пару крючков вот мы на них посмотрим с вами мы их в стиски какие-нибудь зажмем постараемся их погнуть как-то на проверим там один с переходной ручкой другой такой стационарный это уже не какие-то там копия 1 да не до копии вот этого один старинного а это уже какие-то копии на модные крючки дэнслейер помнишь такой чувак бой от его зовут дэнслейер это один как раз делает для для него линейку инструмента потом с финеса там типа какая-то копия дверной ну там много всего текилы какие-то экскалибур и они уже копируют понял они они врубаются что надо какие-то модные вещи копировать и плюс качество это уже там как бы подхваливают я смотрел пару обзоров там ваня губер делал на китовый хвост что-то там уже такое вот ну не совсем говно они вступают в игру они вступают в игру капитально тот же роболифтер от кеку до 1 в 1 сделали еще и красивее что это прозрачный такой фиолетовый так что это прям серьезные звоночки клеевая вообще касаемо грибков то есть уже ассортимент качество уже но мы там говорили да с денисом когда вот ну дурацкие какие-то позиции а есть уже и не дурацкие а уже есть и такие прям вот четко метров 9 и 13 надо чисто вот скажи да вот я думаю то что на их не стороне уже или ребята кто ну то есть понимаешь да ребята кто умеют играть до на стороне то есть не обязательно китайцы а просто кто-то допустим с европы да говорит а дайте нам кто-то возможно где-то продает их а они попутно уже где-то на алишки еще раз кидывают то есть ну понимаешь я думаю еще вот так может быть как то это потому что вот тот же самый дырковый прямитель да вот который я заказал вот он вообще круто он в коробке уже пришел понял это уже не какая-то вот эта упаковка но привычная да какая-то вот замотанная чем-то и вот так вот а это уже коробочка добрый вечер все там написано показано с обратной стороны что-то там написано какая-то краткая инструкция но уже начинают они вот подкрадываться как бы вот поэтому если конечно они круто зайдут ну если они возьмут инициативу так как там вот ведущие игроки типа кека и какие-то такие мастодонты из крючков если они залезут аннаут из каких-то там типа дэнкрафта там возьмут и его так вот распотрошат потом ценой будут брать то все но ребят это это на самом деле конечно плохо потому что с одной стороны хорошо как пользователям если мы можем я посмотрел этот крючок стоит у а1 110 долларов а здесь получается он стоит там три с половиной тысячи доставкой да и это для меня хорошо как для пользователя но это очень плохо для 1 американцы тоже знают про алиэкспресс и так далее и если эти компании которые сейчас на рынке сформировались и которые вот синтезируется инструмент пдр щеками или консультирует пдр щеки как а1 да это бизнесмены ребятам у женой которые выкупили ту ту компанию один и они просто коллаборации постоянно делают и делают вот на основе запросов каких-то там топовых техников американских да если они умрут а смогут ли китайцы креативе нет нет чего-то чего-то нового они уже как раз таки не смогут они очень четко делают то что уже есть то есть конкретно занимаются подделками да но вот именно как ты говоришь синтезировать из просто из палки да вот такой новый какой-то продукт то есть но вот вот это вот это как раз и печали да то что они не придумывают а ну единственное вот из новинок да я увидел что насадки такие сделали радиус грибки надо по краям по краям работать вот вот так вот эту я чип и вещь новую какую-то увидел это потом я узнал оказывается какой-то бразилиц ее тоже сделал это тоже подделка короче да да поэтому расслабляться не стоит можете расслабиться но мы как уже такие давно играющие в эти все вещи все таки мы надеемся еще туда прорваться то мы победим и откроются границы и мы прорвемся эту америку орвем разорвем ее вообще жестко но по крайней мере чтобы знали наших вот со своей продукцией и так далее но как надо планы строить большие нет вообще даже не то что до планировать они кстати ну а крайней мере мы хотели с тобой чтобы наш инструмент с тобой а вот турмин ребята виджет ул мы запихивали туда большую достаточно партию это кайта круто это вообще мирового уровня это круто я плакал когда там тебе с youtube присылают но у нас же сейчас огромная аудитория ты не успеваешь смотреть там что-то вот реально у меня нет уже времени я раньше прям поиск когда в ю тубе постоянно pdr pdr там америка америкоса смотрел чучу новинки какие сейчас уже нету столько времени голова чечен потом многим другим забита датала проект у нас есть инструмент есть там обучение есть там до повышения квалификации и не успеваешь на реке круто прикинь вот ты вечером сидишь и тебе скидывает видео какой-то бразилец видно он понял он не капец какой-то там крутой он такой там рядовой какой-то вот техник короче ну и ну не низкосортный на такой и показывает он смотри твоей киёшкой долбит я блин ну я вот плакал прикинь блин мой инструмент который сделан в набережных челнах ребята тут деревня да у меня конкретная деревня короче вот к работают где-то в бразилии но это просто охренеть и они там не просто работают они там понтуются они на своем языке объясняют но вот варить вот так стучишь туда-сюда но по идее блин ну палка как бы да я в грудь себя не бью что это какое-то там изобретение капец да но блин им работает там где-то вот мировой какой-то да состав начинает им работать это вообще круто ребята но палка огуречек вот и вышел человечек там был момент ты должен был заметить на видео где дым как раз света стоит рядом а он поддувает там стойку на фестивале это и прикол в том что он это делал зубилом вот эти да вот это зубило а я говорю блин вот вот это вот срезанная которая со скосом вот это да ступенька ступенька сюда должна идти там так рассчитаны углы все что крыша не мешает или наоборот стойка не мешает да тебе чтобы крышу бить он горит блин я ее как раз и не взял поэтому палка вроде палка но это блин специальная палка понимаешь под разную специальную хрень вот поэтому да да это конечно ну конечно мы гордились и все такое надеемся посмотрим еще посмотрим может быть в китай поедем как-то их там тоже подрепетируем дай бог дай бог это на самом деле вот просто печально да на самом деле печально и вот немножко обидно за своих да вот сейчас не хочется этого говорить ну давай ну как бы пускай не ты ты с дэном более теплых отношениях да и но я вот скажу я тебе это говорил да очень печально что вот эти фиолетовые грибки помнишь да вот эти грел блин солишки они капец какие крутые да ну то есть вот именно кризовые да вот эти вот и очень печально меня печалит это если этого будет много да блин дэну придется с этим бороться также и мне также да допустим если а как этим бороться если в 10 раз дешевле никак ну вообще вообще никак единственное что можно ждать да от китайцев что они немножко пожалеют да потом нас и они немножко задерут цену но может быть они просто пока заманивают да вот эти вот такой низкой цены но потом хотя бы ну чуть-чуть вы чтобы выросла цена но потому что иначе вообще нереально как-то с ними бороться туда-сюда вот так же черны там да какие-то выходят они конечно пока опять тоже вот какие-то видно что это вот какое-то такое это такое ну что-то из него можно взять доточить да там ну где-то молоточек тоже где-то что-то можно доработать как сделать да но пока такого четких таких продуктов нет но если они начнут тоже вот выстреливать я напрягу например тоже напрягусь если керна будет на выходе стоит там не 2 там 2 500 да если он будет 300 рублей стоит я напрягусь потому что я ребят часто аутсорсинге как бы да вот просто плачу ребятам и по чертежам мне делают как то есть я плачу за это и на себестоимости я не смогу так ну сделать вот так как делают китайцы на продажу поэтому были но они делали у них рынок весь мир понимаешь в чем дело у тебя рынок несколько там сотен может человек вот это большой я если откровенно вот например есть насадка да это акс я вот сейчас осталось их но может быть штук 15 у меня их распродал конечно все там который брал собой но я уже думаю заказывать их или нет потому что есть вот у них вот набор вышел там такой топорик интересной формы да такой разный радиус вот его него договориться его можно поставить и на 45 градусов тебе вот этот угол ловить там гораздо легче вот и там еще какие-то выкатывательные да а ты можешь и отдельно купить уже уже можно отдельно купить там цена конечно не три копейки у него нет нет там хорошие там 6 или 7 нет но если ты отдельно покупает что там принципе цена более-менее нет там по моему не было и ну и конечно может разные ссылки но я уже нашел я уже нашел где можно отдельно купить уже отдельно но находил я не скажу что прям нашел но находил вот кстати у артема вроде бы есть этот набор я руки не доходят попрошу его сделаю то есть я не но я не для себя не вижу экономического смысла сейчас вкладывать туда деньги бегать за димой крифди нам это же он там менеджером до этого проекта выступал потому что там завод вы там это не ржавейка и уколить надо варить надо той сложности до в производстве все это зашлифовать потом красиво чтобы было что всем понравилось вот и он говорит иди в жопу ну блин тут я свое не могу сделать еще твое еще и пять шестнадцатых и кому м8 в общем я думаю да нахрен ну мне это нужно чтобы она валялась я уже как бы подумаю делать это или нет вот так же и другие только ладно ну я от этого не облаваюсь он что есть что нет плюс минус там какая-то не такая маржа она размаживается там по пока ты это все продаж это все ну то есть инфляция сожрет не условно говоря а вот большие компании да если там как пойдут шпарить например хорошие качественные крючки да и нахрен этот будет а вытул никто никто же не будет и знаешь на гнилуху тут не надавишь карман свой ближе к телу и никто не будет там слушать истории типа как про глекса там и так далее вот глекса там лежала тоже сережа французов пришел и люди покупали и да и всем пофигу что они там украинские флаги там себе ставили или что они там меня кинули эту историю как бы многие знают вот но да с этим глекса а вот а если сожрут в тулс центр куда мы будем чухать ну короче вот так вот да ребят это аллегория конечно наша вам наверное может быть и местами не нужна она вот но отошли от темы да давайте чуть-чуть в плане того что хотели привлечь внимание именно цата и а вот улс ребята посещайте такие ну такие мероприятия потому что мы там какие-то и другие там да маленькие вот но луэта блин вы самый вот что ни на есть большие ребята и вам как раз таки там необходимо быть обязательно они флагманы и мы готовы выход фарватере идти и поддерживать их они имеют ну мы признаем это что они реально там и старшие дольше и сколько народу вышло оттуда подготовили мастеров это увожу сколько в тулс турниров провел безусловно абсолютно вот что еще там кстати было интересное то вот так ток-шоу ты понял в конце конце концов да да кстати я увидел увидел отрезок не успел много видео я не успел сегодня вот тоже думаю вечером вечером еще вот нету времени нахожу посмотреть то интересно у вас там довольно я бы сам вообще с удовольствием посмотрел я попросил ребят сделать запись и выложить отдельное отдельным каким-то видео именно вот этот формат а-да-да-да у кого-то часовой час там есть я не знаю сколько вы там болтали но там вот час если если ты найдешь и мне пожалуйста чем этом болтали ну как бы болтали на тему там как этот формат нужен не нужен там чё это скатились потом дальше там ценообразованию демпингу к обучению там недобросовестному кто-то из зала там что-то высказывал малярки не малярки и цены мены я там как-то рассказал про то как это в европе проходят подобные мероприятия как это проходит там в сша как экономика работы почему у нас проблемы у нас экономика слабая у нас мало мастеров у нас мало маленькие зарплаты до сравнению с ними мы не можем блин я сам смотрю на эту штуку 25 рублей у меня реально жаба душит эту разжима ребят покупательская способность я вот тоже как хоть и мелкий производитель но я могу сказать что покупательской способности но если так вот прямо образно но ее нету вот если говорить вот на про рынок там что в штатах да происходит как каким оборотами там инструмент скупается то у нас количество до которые мы в год продаем ну я не знаю вообще можно ли нас назвать какими-то там я не знаю производителями что мы производим потому что у нас лежит большую часть это все у нас лежит нежели вот мы прям гоняем там чтобы вот а у них да у них чуть-чуть по-другому и сразу видно да как как они вот даже на мте да смотришь они в гостишку приходят и каждый на кровать бросает вот я там себе купил они просто и надо не надо они покупают это все потом не пригодится они это все куда-то там складируют валяется им как ты знаешь насрать у нас нет у нас ты берешь идешь это все должно быть вот чтобы кем-то это было да даже хороший продукт я вам могу сказать люди некоторые покупают вот надо им все разузнать до конца чтобы 20 человек им сказала что эта вещь нужна потом только он пойдет и купит и когда будет покупать еще в последний момент возможно может развернется и скажет мне не нужно короче вот то есть так вот тяжеловато у нас это все идет или мастеров у нас маловато еще пока что да чтобы увидеть как раз да разговор шел в таком русле что такие мероприятия нужны чтобы ребята тянулись за топчиками да как ну это не пафосно это блин это нормально вот у меня например как-то называется по правильному жена моего брата как-то называется там а не знаю жена брата там короче она реально очень крутой парикмахер вот она приходит там на выставку парикмахерскую там большие выставки у них мастер-классы какие-то и вот ну вот мне брат расскажет она говорит вот эта звезда там вот вот это понимаешь метод это да я лучше умеет это там и бабок стоит у них хотя все и тренинги мастер-классы тоже они постоянно это посещают виду у них конечно там новые краски выходят какие-то новые материалы которыми надо умеет работать или техники работы какие-то окраски специальные вот но тем не менее да как как этот самый как пример просто вот поэтому блин ничего в этом нет что люди видят на этих мероприятиях там сашу станковского да я вот ну честно скажу для меня это вот самый крутой пдр всегда вот самый крутой это саша станковский реально вот он просто мерзкий 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 очень очень он очень чисто делает работа тогда тошно это все блин он настолько вот он такой аккуратный он весь такой харизматичный такой весь такой весь сладкий такой я не знаю как муряет людей он так просто это все делает но разговаривает его так приятно слушать он вообще ну просто молодец пацан вот дай бог ему чтобы всегда зеленый свет вот передавать ему если что мы его любим и конечно классно с ним пообщаться он общительно рассказывает он объясняет там показывает холодный клей не холодный клей короче это же круто плюс вот эта вся аура атмосфера вот эта раскрепощенность да действительно можно делать лучше делать дороже есть конкретные примеры вот ребята сделали немыслимые 750 тысяч взяли за машину как какой-то рейндж ровер там в новосибирске немыслимые 750 тысяч за четыре дня и сделали это круто но это не то что у них там выстрел один раз то есть они делали там по 500 и по 400 ну еще там два года назад три года назад блин мы вообще делали какие-то убитые машины в питере помнишь за там 150 тысяч этого 150 тысяч какие 150 тысяч вообще ни на что это никому не хватило просто все поняли что математика не складывать вот ну ладно это бог с ним короче смысл в том что так работает это что кто-то загорелся увидел приехал посмотрел блин да да это прикольно это чуть-чуть вот но тут немножко другой антураж немножко там под затарился до убрал у меня так было да убрал самопальные крючки повесил красивые может да в какой-то момент я замопал свою вытаскиваю удобнее где-то сейчас это происходит вот но как-то все раз-раз-раз чик-чик там помещение какое-то понты главное понты ребята понты решают кто не понтуется тот беспонтовый так в армавире говорят вот и а другие но это смотрят почему нужно делать репосты вот это все все смотрят но другие думают блин там так прикольно там реально прикольно но это вообще я как бы тоже меня не было но я вот с экрана то есть смотрю и я вижу но в моменте сплоченность это должно на самом деле вот эти события да вот всякие семинары и так далее это должно сплочать нас да это не должно вызывать у нас какой-то да там вот там есть там приехал и вот ходишь там воняешь должно быть наоборот ребята вы должны сплочаться знакомиться с ну то есть новые знакомства приобретать новые знания вот за этим вот за всем надо туда ехать так и происходит по факту просто это так как бы тяжко идет да вот пока что пробуксовка поляне древляне являне там новгородцы друг с другом вот постоянно какие-то между собой какие-то банды там сколачивают вот а прикол то в том что человек увидел там пришел увидел победил да они пришел то есть но хотя бы увидел и на следующий год пришел понимаешь потому что ну она вроде сначала не принимаешь то чего они там это умники собрались а потом блин ну поеду съезжу посмотрю тот же букин олег вот так с удовольствием сейчас встретились с ним прям ну как будто всегда дружили и там переписываемся сейчас то фотки накидал классный парень кстати он грамотные вещи объяснял показывал интересные какие-то приемы со своими молотками тяжелыми реально я для себя там какие-то мысли подчеркнул прямо формулировки еще что-то вот это же круто а недавно еще мы смотрели его и он смотрел на нас да с ютуба и горел там ваши золотые крючки там вот взял там и все это ничего не нужно он уже влился в эту какую-то тему это не значит что дело только в атрибутике мы ж ну не эти и аборигены данном бусы не нужны но первую очередь конечно это профессионализм который заключается в подходе в стремлении качеству какому-то да и естественно это должно базироваться на ваших знаниях и умениях нельзя дорого называть если ты плохо делай ты будешь как минимум неуверенный там где-то что-то там ну назвал и не сделал там рану рано или поздно это вы вылезет кто-то может делает дорого и хреново может и такие есть но рано или поздно это вылазит появляются рядом какие-то ребята и вот я знаю такие примеры с молодежь пацаны вот они отучили и они уже за год уже блин серьезную тень бросили на чувака который 12 лет работал там в их городе понимать и все уже к ним едут а этот не берет он вообще не представляет что такое можно сделать представляют потому что они получили уже современные знания до приемы все это они все это посмотрели они видели что это как это делается и для чего почему что это принципе делается и повторить это вопрос времени и вопрос ваших мозговых усилий постоянных до анализ анализ синтез анализ и время вот это вот борьба поэтому как бы вот так это и должно быть и по идее там через десять лет не равен час и к нам американцы будут ездить а не мы к ним вот но у нас мало ну денег мало у людей вот чем проблема мало денег это дорого и плюс еще вот это вот бедное мышление само по себе да что что это дорого то есть вложить в себя там вот у меня там ну такие тоже были разговоры на ток-шоу семья голодает туда-сюда там знаешь там денег нет но не иди тогда в эту специальность ну зачем если ты идешь в бизнес какой-то ты блин ну ты по-любому будешь там листать везде за аренду за рекламу за ремонт в помещении еще что то еще что а тут практически все блин дешман еще и государства можно получить вот это сейчас 350 тысяч субсидирования 500 тысяч субсидирования так делайте газуйте но самое главное в себя вложите чтобы вы понимали как это субсидировано и все парахло использую потому что можно им обложиться но до головы ума этому не дать так что очень и очень все равно как ни крути там со всеми косяками какими-то да нестыковками какими-то может быть но для меня лично самая главная нестыковка это то что гвоздем программы должен был быть наверное все таки мастер-класс русика и дениса но он как-то вот так вот смазался из-за каких-то вот таких факторов и я думаю что на будущее это учтут но тем не менее даже телки вот эти не испортили внести огонька но состоялось мероприятие дай бог чтобы такого было больше сейчас так вот для себя чуть-чуть выписал смотрю читаю вот много ребят подходили спрашивали будет ли у нас какой-то семинар мы сегодня обсуждали это с артемом ориентируемся на вторую половину апреля апреля вот это как предсезонная подготовка будет ребята мы сделаем семинар это будет конечно неразвлекательный формат это будет формат именно образовательный будет теория в меньшей степени больше теории блин мы мы много уже даем и давали три года про одно и то же рассказываю но люди все равно не могут как-то это все усвоить я смотрю некоторые одни и те же вопросы задают и будет конечно больше практики у нас уже есть мысли кого еще привлечь до таких крутых скажем игроков которых которые может быть еще не были в игре готовы абсолютно и я думаю что будет очень круто если получится их привлечь и сделать такой совместный движ то есть сделать там какое-то серьезное повреждение как вот в уфе было очень интересно было реально вообще круто его отработать это было прям адреналиново тогда даже можно сказать такое природа потому что такое такое повреждение когда там в 1 ты делаешь как говорится если где-то там обострешься но этого никто не заметил чуть-чуть и себе тоже нервы и катаешь потому что но по времени там такой забег в ширину получился просто мы нормально бахнули про мне стыдно и вообще круто вот и так что прицеливайтесь будет там не дешево но вот сейчас пока мы обсуждаем будет народу немного чтобы было вот все это вот максимально круто сделать и без зевак лишних те кому нужно реально которые хотят и приедут целенаправленно сделаем чтобы там в цену там гостиница уже была в включена гостиница у нас здесь офигенная вот все рядом все уже отработано три семинара уже праве проводили всем все нравится все четко этот сделаем еще круче со съемками там со всеми делами чтобы на экраны выводили не с айфона вот как вот у ребят было в москве чтобы камера мэн был какой-то да чтобы это все но это как бы все равно денег требует и естественно бесплатно это проводить никто не будет и мы в том числе сделаем как то вот так вот круто я думаю что будет вообще бомба поэтому готовьтесь и пишите там кому интересно будем уже наверное предварительно как-то бронировать но пока вот официального оглашения нет потому что нет еще договоренности другими предполагаемыми участниками но такая информация вам inside да как уже там и избранным вы же избранные вы же на старте вот и еще один вопрос задавали многие участники выставки этой фестиваля да которые наши подписчики то есть вы этот вопрос звучал так какого хрена так много вы выкладываете контента какого хрена я не успеваю ни хрена посмотреть и мне приходилось с ребятами говорить блин ну это же образование вот я говорю сдавал на права сейчас да в декабре на мото права блин мне не хочется эти правила учить ну не хочу я учить я их в самый последний момент там последнюю ночь как-то там что-то пошел сдал эти экзамены ну вот так но это же другое это же другое поставьте приоритеты миллион способов посмотреть послушать многое же просто на слух у нас даже больше воспринимается одним глазом подглядываешь едешь на работу кто-то говорит я работаю возле дома 3 минуты ехать окей там иди пешком значит не едь там зубы чистишь смотри там не знаю возьмите штативчик какой-нибудь вот наушники какие-нибудь можно недорогие взяли слушай у них были у них были на все свои аргументы свои ответы я это предлагал я даже штативчик мы сбрасывали да вот эти вот крепеж кстати вот тема сальников так же он просто любит разговаривать с ребятами по этому по видеосвязь вот у него все на тележке стативчик он постоянно с кем-то трещит постоянно общается там то с Женей то с Саней там то с Виталиком ну постоянно у них там какие-то беседы вот нет мне говорят я так не могу я ухожу в работу сосредоточен там в процессе я не могу воспринимать на слух там и так далее блин ну это не серьезно это не серьезно обед надо тоже обед тоже надо знаешь это жевать что ли надо что надо ну надо как его сосредоточиться на ложке да 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 ну кайфовать от обед иначе можешь в нос засунуть да 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 поэтому пожалуйста ребят напишите вам достаточно звук начал у тебя глотаться что-то у тебя в том наушнике микрофон был что ли у меня сели наушники просто сейчас слышишь сейчас да слышно меня да нормально вот поэтому поэтому поставьте там напишите в личку мне или теме плюс-минус или равно если лень писать какой-нибудь значок мы-то можем притормозить но мы же сами нам самим по кайфу вот мы видим вот надо снимать ну что надо копить это складывать в архив какой-то это же актуалочка какая-то сейчас мы вам актуалочку даем вопросы сегодня уже мы оставим на следующий раз там где-нибудь через недельку полтора часа подходит да 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 вот чтобы опять таки не занимать ваше время я надеюсь что было интересно послушать все-таки но ты если что-то хотел сказать говори я по-моему уже блин нет 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 я единственное вот да тут тоже чуть вопрос накидал но ты уже намного ответил и вот взгляд со стороны я хотел вот услышать на вот на вот этом данном мероприятии видно ли было вот были да всякие вопросы того рода что кому-то там спикеры были неинтересны там или теория была неинтересна или мастер класс было ну видно вообще по народу что нужно ребятам есть есть вообще какое-то понимание что заходило девчонки танцующие на машине были круче всего или что или дэн или дэн с русланом сейчас нормально слышно меня да просто эту машину подключился так лучше да хорошо ты знаешь я думаю что просто у всех по-разному я это как-то даже не ну не отмечал и единственное что могу сказать вот поначалу первые выступления как-то разбредался народ а потом например когда французов про ходспот рассказывал ну прям вот многие подошли и смотрели более дискуссии ну и тема горячая да все равно я кстати так и не доехал никак не доеду до а коллеги в кингисепп да это вот соседний город да алексея назвал звал алексей блин у меня башка уже вообще не варит но в общем такая тема живая и вызвала конечно там бурный интерес и смотрели и слушали все как миленькие знаешь ну уже и затарились видимо все там знаешь ну диковатый у нас конечно народ там в один момент подвезли эти кепки ну бейсболки делай ровно и эльдар там говорит ну вот имейте ввиду там потом пойдете там возьмете все таки как ломанули за ними просто пофигу там ну прикинь не достанется лучше сразу я и сам пошел первый взял да я сам бы я уже сейчас хотел побежать только куда блять да нет уже там даже это самое говорят что не досталось там не всем даже досталось короче это все хихоньки хахоньки а на самом деле ну видишь кому то это нравилось кому то то в целом наверное каждый хотел все посмотреть из-за этого казалось да вот что на разные какие-то группы кто то ну стесняется кто то закомплексованный кто то более общительный кто то там прикалывается кто то стоит со стороны и смотрит и непонятно что думает ну вот у нас такой менталитет мы не американцы видишь мы более такие закрытые но более искренние наверное а они такие все улыбаются хрен знает что там они думают ну это так на самом деле и есть но атмосфера там интереснее и приятнее не из-за вот этого именно что все все как бы на позитиве на приколь опять таки у них то это много лет проходит понимаешь много лет одни и те же люди по сути да приезжают и конечно им ну уже комфортнее мы вот друг друга видим постоянно приколы какие-то постоянно подколы там только что там не знаю поджопники не раздаем друг другу виталик там подходит братан мы короче тоже канал открываем свой финиш называться 3200 вход чтобы не демпинговать нормально я говорю блин почему он еще не открыт я бы уже подписался ну такое ну как бы а когда люди первый раз приезжают конечно стесняются и все такое так что ну это все динамика есть вот так вот можно сказать динамика есть двигаемся главное чтобы вот не было вот этого грязни какой-то беспомбов да нет нет ребят я тоже за многими смотрю когда постоянно посещаешь да и я сам первые там какие-то вот помню да первый раз в Екатеринбурге вот это одно из первых да когда вот так вот виделись там и приезжаешь да и тоже как-то блин не знаешь как себя вести с кем чё как а вот сейчас уже вот приезжаешь и очень расслабленная вот эта атмосфера уже основную массу ты знаешь да есть новые как бы да ребята кто приезжает впервые но основную массу знаешь и уже по кому-то соскучился ты там да вот но кто-то уже кого-то там очень сильно там рад видеть да но в основном это вот такие все вот добрые как бы да улыбающие как ты говоришь люди а вот с которыми там вот с многими даже не по теме там пдр а вообще есть такие очень абстрактные вопросы там с кем-то вообще там не знаю про рыбалку можно поговорить короче да вот на таких событиях казалось бы вроде про мотики но там очень много очень много всяких тем для разговоров и все это под соусом именно ремонта вмятина вот в этой атмосфере это все очень круто дружественно да как бы ни было и вечерами это все тепло там бывает и вкусно вот еще знаешь что я заметил тоже все таки там был парнишка там из грузии приезжал ну наш беглец там с батуми вот работает говорит я наверное единственный адекватный мастер в грузии все так посмеялись он там вышел микрофон взял и он говорит ну короче не так все хорошо там за границей вот раньше мне думалось что там вот все как-то по другому а на самом на самом деле да пдр российский он какой бы ни был там недоразвитый может быть да в сравнении там с каким-то другим но он гораздо более развитый чем взять там на пространстве бывшего советского союза мы не берем украину они все таки надо дать должное пивень красавчик он там проводил олимпиады такие крутые реально проводил олимпиады и семинары и все и задолго до нас то есть тут не дать не взять но остальные я так понимаю в средней азии таджикистан узбекистан там киргизия ничего подобного нет никаких таких фестивалей ни соревнований я не слышал об этом ни в грузии ни в армении ни в азербайджане я не знаю я такого не слышал ни при балтике при балтике тоже наверное нет хотя там есть мастера классные у нас на канале есть с прибалтики мастера у нас вообще там такая сейчас это на самом деле география мощная корея и там что-то последнее такое тоже эксклюзивное кто-то у нас появился блин сейчас не вспомню ну в общем там германия нидерланды понятное дело белорусов много братьев наших ну в общем-то нету там такого и белорусы вот они близко к Польше все такое ну вроде бы как бы не проводили ничего такого супер мощного хотя наверное и мастеров там немало немало мастеров приезжают к нам поэтому хочется больше но уже в принципе да очень достойно очень неплохо вот так очень очень здорово что наверное закончим да на этом полтора часа вот наболтали да возможно возможно что-то что-то нового но мне самому честно было интересно потому что такое новое какое-то такое да новое весь предвесеннее такое настроение скоро начнется сезон вот и такое событие я думаю многих замотивирует на что-то да какие-то новые подвиги кто-то может взбодрился там да вот реально вот такие поездки да они ребят немножко вот я даже советую многим ездить да не из-за того что возможно вы все знаете там еще что-то да но просто съездить и поменять картинку и вот по возвращению домой да когда вы возвращаетесь на ближайшие какие-то там какой-то даже может коротенький промежуток три-четыре месяца да вот этого вдохновения хватает на новое что-то приехал не знаю взял убрался что-то поменял перекрасил тут сам что-нибудь покупил там инструмент какой-нибудь еще что-то познакомился с новым другом теперь этот друг тебе звонит каждый день и говорит давай общаться давай поедем куда-нибудь на повышение или там давай вот что-то там замутим короче ребят ну вот я приводил пример на град да тот же самый там сейчас град прогрессирует выпадает там там вот кто вас позовет если вы там ну надо же вас пощупать потрогать да бывает там общая общаемся да там с кем-то дистанционно но когда ты уже человека по крайней мере видел пообщался посидел с ним где-то может быть там по кружке пива выпил ты понимаешь ну парень действительно адекватный и все такое ты в какой-то момент ему наберешь и скажешь блин здесь у меня вот такое-то предложение может ты приедешь хочешь да конечно и вот так формируются эти все команды банды мафии тусовки кланы бригады братство семьи группировки и так и нужно делать конечно так и нужно вот с темой мы познакомились здесь ну мы так общались дистанционно понятия друг о друге по большому счету не имели а познакомились в Екатеринбурге жили получилось так в одном номере и ну как говорится совсем другими глазами друг на друга посмотрели и это было приятное знакомство и потом уже дальше больше ближе и теперь мы конкретно и по бизнесу и по по духу и по этому самому да очень очень много ребят мыслей в этом да вот казалось бы что такое вроде ты съездил да там ну вроде что-то делают там вроде все понятно но помимо этого очень много ребят вот знакомств а знакомство в нашей жизни иногда говорят да иногда можно так удачно зазнакомиться что все что вы пыхтели и делали все коту под хвост а вот одно знакомство может быть перечеркнет ваше прошлое и вы по-новому сживете вот поэтому это новые возможности ну новые знакомства это новые возможности да во первых поэтому если вы готовы развиваться и дальше как-то да что-то делать с этим а не просто ходить на работу и заканчивать ее и уходить то есть то все у вас впереди все да аминь на вот давайте ребят на таких положительных да нотах всех обнимаем приподнимаем всех любим обнимаем давайте ребят находите время смотреть наши пожалуйста мы стараемся всем всем хороший вечер пока 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 темик все на связи давайте сразу не забудьте не забудьте что не забудьте